Образование, благоустройство, ремонт социальных учреждений. Глава муниципалитета вместе с другими членами «Единой России» подвёл итоги партийной работы над наказами избирателей в этом году. Всего в народную программу в Московской области было включено около 200 тысяч наказов. Один из важнейших партийных проектов, который реализуется в Одинцовском округе с этого года – «Военные городки», отметил Андрей Иванов. Хочу всем вам напомнить, что в нашем округе 21 военный городок, по официальным данным у них проживает почти 32 тысячи человек. В муниципалитет на сегодняшний день полностью передано только 7 городков, не полностью, частично без земельных участков и объектов инфраструктуры передано 8 городков. Не передавалось ещё 4, а по 2 городкам мы получаем пока отказ. Работа эта продолжается, мы ведём активный диалог с Министерством обороны. Собрание не случайно провели в новом детском саду в Кубинке, который находится на Армейской улице. Перед Новым годом состоится его торжественное открытие, а в январе заработают группы дневного пребывания. В феврале дошкольное учреждение будет работать полноценно. Садик на 350 детей, это 14 групп будет, в том числе две ясельные. Действительно очень хорошее душевное место. Даже когда сюда заходишь, здесь вроде бы новый сад, а уже чувствуется, что это детское учреждение. Детишкам здесь, мы надеемся, очень понравится. В течение всего года успешно реализованы народные наказы, которые касались сферы здравоохранения, ЖКХ, транспорта, общественных дорог, культуры и спорта. Более 300 тысяч наказок находятся сейчас в работе на муниципальном уровне. И с каждым днём эта цифра становится нашими с вами усилиями меньше, за что я вас искренне благодарю. Депутаты продолжают оказывать помощь мобилизованным гражданам и их семьям. В округе идёт постоянное взаимодействие с жителями. Проходят приёмы граждан, сбор заявок и пожеланий, которые в будущем после обсуждений принимаются к исполнению. По телефону договариваемся и мы, конечно, стараемся помочь абсолютно в разных ситуациях. Оказывали по возможности своим также помощь обращавшихся к нам граждан и встречались их с семьей. Ещё один из важных проектов, реализованных в этом году – реконструкция Веденской школы. В следующем году будет проведено благоустройство прилегающей территории и строительство спортивного ядра. Была выделена достаточно серьёзная сумма денег, порядка 200 миллионов рублей для реконструкции данной школы. Но, по сути дела, получилось так, что эту школу построили заново. Она полностью сейчас новая и введена в эксплуатацию. С 1 сентября дети пошли в новые классы. И действительно, это очень был серьёзный и важный проект, потому что школа была очень сильно востребована. Работа по исполнению наказов жителей будет продолжена. Например, в планах на Новый год – капитальный ремонт Кубинской школы номер два, которая попала в президентский проект образования. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...